Построить три 17-этажки планируется на месте промзоны между улицами Кутузова, Ленина и Красная Сибирь. Проект обсудили на публичных слушаниях в минувшую пятницу. Жилой микрорайон из трех высоток предложено возвести в квартале площадью 11 тысяч квадратных метров, ограниченном улицами Кутузова, Карла Маркса, Красная Сибирь и Ленина. С предложением выступил И.П. Голубев. Проект обсудили в пятницу на публичных слушаниях в городской администрации. По замыслу проектировщика, кроме строительства 17-этажек, там будет проведено благоустройство территории, разбитые зоны отдыха, пешеходные дорожки, детские площадки. За основу принято три основных типа квартир. Квартиры студии общей площадью до 30 квадратных метров, однокомнатные квартиры общей площадью до 40 квадратных метров и трехкомнатные квартиры с общей площадью до 70 квадратных метров. На одном этаже размещается 8 квартир, 3 студии, 3 однокомнатных и 2 трехкомнатных квартиры. Также проектом предусмотрена возможность размещения общественных предприятий в первых уровнях жилых домов. Заместитель главы города по строительству Петр Ким поинтересовался у проектировщика, хватит ли новым домам мощностей по теплу, канализации и электричеству. Здесь, конечно же, у нас 16-этажные здания не были предусмотрены, поэтому необходимо разрабатывать проект планировки, утверждать его в соответствии с Городостроительным кодексом Российской Федерации. У застройщика нет никаких сомнений в собственных силах и в возможностях существующих сетей. Мы сегодня, если кто помнит, когда мы перекопали всю Бердску Островского, и до подстанции Бердской шли, проложили 6 кабелей, то есть это уже была перспектива с развитием вот этого района. То есть 100 ТП, 5, которые сегодня имеются на молодежке, там есть резерв, резерв есть по пропускной способности. Поэтому, я думаю, этот вопрос мы закроем и еще поможем соседним, чтобы не было перебоев и перепадов с электричеством. Значит, с КБУ мы вопросы уже по воде, по канализации прорабатываем. Значит, по теплу альтернатива, либо это будет котельная Веги, либо вот у меня план, на сегодня Бердск активно, будем говорить, газифицируется. Значит, мы заранее подавали гипроинегаз данные свои. Значит, вот улица Пушкина и Суворово пересечения, там есть выход, 159-я труба высокого давления. Это как бы первая точка. И вторая точка у нас у гостиницы «Спорт». То есть это наш газопровод, который сегодня позволяет эти мощности по теплу обеспечить. Теперь проект строительства высотного микрорайона необходимо будет детально рассмотреть на градостроительном совете Бердска.